Нужно жить и радоваться жизни, если ты востребован, если ты работаешь, и если ты понимаешь, что ты нужен, ну если это не работа, то ты нужен дома, ты нужен внукам, ты нужен своим родственникам, то это такой вот стимул жить. А даже когда ты и не нужен, скажем, у них всё и так хорошо без тебя, то стимул жить, чтобы жить и получать удовольствие от всех аспектов жизни. От погоды, природы, одежды, вкусной еды, от флирта, от мужа, если вы живёте с мужем, от флирта, если ты не замужем и хорошо выглядишь, всё равно ты не избежишь комплиментов. И могу сказать, что я в своём возрасте, уже пенсионном, я довольно часто слышу комплименты, причём от молодых людей, и я вижу их заинтересованность во мне, и такой взгляд на меня не как тётеньку-пенсионерку или артистку, которая играет уже бабушек, такой взгляд, оценивающий меня как женщину. И опять-таки это для меня большой стимул, хорошо выглядеть, хорошо одеваться, быть модной. Не то, что удобно, там какая-то юбка и кофта-размахайка, нет. Это может быть и юбка, и кофта-размахайка, но который тренд вот этого сезона. Не обязательно покупать что-то из ряда, вон, дорогое. Но, тем не менее, я слежу за модой. Я хочу быть молодой, не молодящейся, а когда ты стараешься соответствовать своему возрасту, но при этом одеваться модно, то это совсем другое дело. Когда себя чувствуешь комфортно и хорошо, то возраста нет. Ты всё равно живёшь как 30-летняя. Не 20-летняя, а 30-35-летняя, когда ещё есть молодость внешняя, но есть уже какая-то мудрость. Поэтому возраст для меня, женщины, которая 30-35-40 лет, он самый замечательный возраст. Ну а 45, ягодка опять, это народная мудрость, которая, вероятно, веками прослеживалась и неспроста так говорят. Я люблю свой возраст, я его не скрываю. Мне 61 год. Ну вот наш оператор закрыл уши. Не закрывайте уши, а поаплодируйте. Наоборот, что в этом возрасте можно себя комфортно чувствовать и нравиться противоположному полу. Вот оператор махнул мне головой, хотя он молодой, красивый мужчина. Продолжение следует...